Добрый день! Странная вещь, даже вещи, творятся иногда в людских головах. Своеобразие ассоциативного мышления не имеет никаких границ. Свобода, полет творчества, все что угодно. Модное слово сегодняшняя креативность. Кто-то до конца понимает, что это такое? Вот вам пример классических ассоциативного мышления, буквально произошедших вчера со мной. И дымом на спортплощадке. Люди играют в футбол, но играют и играют. Мяч красивый, амуниция достойная и играет хорошо. Тут мне вспомнилось, что в 2012 году провели ему чемпионат Европы. По футболу. Событие, скажу вам, для любой страны эпохально, а для нашей просто грандиознейшее. И не знаю, получится ли когда-нибудь его здесь провести, ну дай бог. Но сам факт его проведения вызывало у меня просто удивление. Но достойно. Провели и провели. Так вот, во время этого чемпионата к нам приехала масса туристов со всего мира. И в воле случая разговаривался с одним старичком. Настоящий старичок, лет под 70. Такой бравый английский старичок. Чуть ли не жестами на каком-то пиджан-инглише, не пойми каком. Мы с ним пообщались. А почему зацепил? Потому что в футболке он был. С одной стороны, Астон Билл, английский футбольный клуб из города Бирмингема. А с другой стороны, Блэк Саббат. Мои музыкальные предпочтения. А я ему как-то сказал, как вы живете. Спросил. Он говорит, так как живем? Хорошо живем. А говорю, а как политика на вас не давит? Он на меня удивленно посмотрел и сказал, а что политика? Ведь все политики идиоты. Ты разве этого не знал? Ну, я улыбнулся, мило развернулся и ушел. Так вот, Блэк Саббат навеял меня об украинском Блэк Саббате. Единственная группа, которая отвечает этим музыкальным монстрам, это рок-группа Саббат. Наши земляки, которые сейчас базируются в городе Киев, существует аж с 1982 года. Уже сама эта цифра вызывает восхищение. Многие говорят, так долго даже люди не живут некоторые. Но ихний лидер, вдохновитель, Сергей Решетник, с которым имею честь быть знакомым, скажем так, настоящий метафизик от рока. Его взгляды на жизнь, на поэзию, на музыку, да вообще на культуру очень интересны. Много ли вы видели групп, которые поют свои песни на стихи Волошина, Андреева, Бальмонта, Мигеля де Унамуна, Лонгфелло? Наверное, нет. Так вот, с их творчеством вы можете ознакомиться на нашем сайте приближения к арт-бизнесу. Эта группа представлена в живых выступлениях в центре квартиры. И скажу вам, ровно три года назад, в конце ноября 2017 года, у них состоялся, но прямо-таки, феерический концерт. К сожалению, мало кто его видел. Но у нас на сайте он есть. И в ютюбе тоже есть. Так что я вас прошу любить и жаловать. Группа САД Сергей Решетник, Андрей Гроздов, Павел Губков. Дай Бог им здоровья и творческих успехов. И помните, что много хорошего рядом. Просто надо его увидеть, рассмотреть, а иногда и остановиться. Слушайте музыку с удовольствием, читайте хорошие книги. До новых встреч.